Новый кодекс о недрах и недропользовании примут в Казахстане до конца года. Работать по его правилам в стране начнут уже следующим летом. По словам председателя комитета геологии и недропользования Акбатыра Анадырбаева, благодаря новому документу сократят время получения лицензии на добычу и разведку полезных ископаемых. Кроме этого, компании будут работать исключительно по международным стандартам утверждения минеральных ресурсов и запасов. Этим запасом доверяют финансовые институты, биржи. Отчеты должны составляться компетентными лицами, то есть профессионалами, которые признаны сообществом Международного комитета Крирска, куда входит в том числе и Казахстан. В прошлом году мы вошли десятым членом передовой страны, у которых передовой опыт в вообще разведке и утверждении запасов полезных ископаемых. Как рассказали в компании Казгеология, в приоритете сегодня разведка редкоземельных металлов. К их числу можно отнести Итри и Итерби. Сейчас работы по их поиску ведутся. По завершению разведки будет дана оценка перспективности геоучастков и разработана программа по дальнейшей добыче. Для этого будут привлечены высокие технологии японских и южнокорейских компаний. Отмечу опыт сотрудничества с зарубежных и отечественных предприятий в разведке стратегических металлов уже есть. В этом году австралийские предприятия проинвестировали порядка 700 миллионов тенге в технологии сухого бурения на месторождениях в Кустанайской и Североказахстанской областях.